Музыка Какое здесь панно шикарное С секкулентами на стене Какая прелесть Я не пойму, оно ведь очень даже тоненькое Ну не такое уж совсем Ну вот видите Как шикарно Просто чудная задумка На маленьком летнем кафе Может быть кто-то помнит Что у меня тоже есть вот такие вот Эти вот суккуленты Посмотрите, как они разрослись у меня Посмотрите, они вытеснили уже маленькие А эти настолько огромные Что я, вы знаете Стала их высаживать на улицу Вот, посмотрите на улицы Они, посмотрите, какие они огромные Тоже, они все сейчас цветут у меня С той стороны Здесь вот еще какие-то новые Тоже стали цвести В общем, они у меня тут за окном на крыше Давно я с вами тут не приезжала на мойку Ой, но вы знаете Опять мои любимые птицы Вот не только здесь Не только здесь мне это стекло засрали Они мне все засрали Никогда не показывала вам свалку Сейчас покажу Матрас мне надо выбрасывать Я вот сейчас буду мимо проходить Вот сидят два мужчины Вот один из них вот этот вот такой седой Вот вы знаете Типичная английская у него внешность Что я хочу сказать Почему я показала Потому что вот именно Мой муж Рентон Типичный англичанин Он имел вот такую типичную английскую внешность Просто стопроцентно Ну вот из тех старых, наверное, интеллигентов Старых джентльменов Метр девяносто рост Сухощавый И вот этот вот тип лица Чисто британский И я почему говорю Потому что вот сейчас Я хожу по улицам Часто довольно Или вижу в машине едет человек Просто стопроцентно похож на Рентона Или по улице вот так вот встречаю Просто стопроцентное Или девяносто процентное Соответствие Вы знаете, как это интересно Ну вот такая типичная внешность И я-то тоже как-то не очень понимала Когда мне об этом говорил Рентон Что куда бы он ни приехал Все сразу говорят Сэр, швы британец И он как бы да Этим даже когда-то гордился Но я не понимала Как могло это произойти А теперь вот я вижу действительно Стопроцентная Типичная британская внешность Она все-таки существует Я показала вам издалека Вот эту здесь огромную яхту Это парусная яхта Посмотрите Здесь ее никогда и не было Здесь у нас вообще-то пляж И каким образом Сюда попала эта яхта Почему она сюда стоит Пришвартованная Да и пришвартована-то Она не там где нужно Вообще Странная история Может быть что-то с ней случилось И потеряли Потеряли сноровку Потеряли управление Или что-то произошло Потому что Здесь мель И здесь посмотрите Пляж И никогда никаких здесь Даже маленьких лодок Не швартуют Яхта парусная Красивая Если бы она С открытыми парусами Сейчас здесь плыла Мы бы насладились бы Просто стопроцентным видом Я зашла Вы знаете Вот даже здесь Немного в воду Чтобы вам показать Эту красивую яхту Как она здесь неудачно Завалилась даже на бок И я не вижу Чтобы она Как-то даже якорем Была зацеплена Вообще Мне непонятно Что с ней случилось Да Интересно Сейчас У нас идет Прилив Только-только Начался прилив Был большой отлив Посмотрите Покажу вам Этот берет весь Вот там вот видите Ступенечки Такие Окормляют Набережную Всегда на этих ступенечках У нас Колыхалась вода Когда большой прилив Ну и вот Сейчас в течение Нескольких часов Здесь вода Опять заполнит Все это пространство Кто спрашивает Почему люди Не купаются И Какой температуры Вода Вода всегда здесь Почти холодная Потому что Это пролив Ла-Манш Лучше купаться В райде В проливе Соланд Там вода Прогревается Он довольно мелкий Именно в проливе Соланд Я вам показывала На 2-3-5 метров Подъем воды В прилив И в отлив Ну и здесь Тоже видно Насколько сильно Убывает вода А чем больше туда Выход в океан Там практически Незаметно Отливы И приливы Потому что Там глубина От 10 метров И глубже Ну и понимаете Даже если вода И уходит Ну наверное Это махина Океана Будет незаметно О посмотрите Там оказывается Мужчина Внутри Видели Он вычерпывает Воду ведром Да Скорее всего Что-то случилось С этой Яхтой Я так думаю Что все-таки Здесь у нас Берег не пустынный И скорее всего Что кто-то Сходил за помощью И что С этой яхтой Будет все в порядке Сейчас Я дойду Вообще в майке А вот люди Видите Одеты И довольно-таки Серьезно Уже одеты Хотя Сейчас у нас Плюс 17 градусов До этого Было вообще Плюс 14 Очень холодно А еще На позапрошлой неделе Лили дожди Всю неделю То есть Меняется Меняется Погода Постоянно Я знаю Что сейчас Там В России Жара И в Москве Жара И у нас На юге Началась жара И вот даже Мои привычные Друзья Моя сестра Которая всю жизнь Живет там На юге Она жалуется Что жарко Невозможно И даже Она себя Не очень Хорошо Чувствует И вообще Когда такая Аномальная Жара До 40 Градусов Вы знаете Многие люди Гипертоники Особенно Страдают И у них Начинаются Все эти Кризы От перепада Температуры То есть А вот То что тоже Много раз Вам говорила Одна из причин Почему я не могу Вернуться в Россию Даже из-за этого Я к себе На родину Вернуться не могу Мне там Слишком жарко А куда-то Возвращаться В другое место Где я так же Буду одна Так уж Лучше я буду здесь Тут еще Спрашивают у меня Часто Опять По поводу Бездомных Животных А что здесь Как здесь у вас Бездомные Животные Еще раз Друзья Повторяю Бездомных Животных Здесь не было Никогда И Нет Просто Совершенно Другая Культура И если Животные Теряются То Сразу Их Забирают Куда-то В приют И потом Находят Им Хозяина Нового Если старый Хозяин Не Находится Поэтому Никогда Здесь Не бывало Бездомных Животных Мини Гольф Считался Раньше Детский А сейчас Я смотрю Даже И взрослые Играют С удовольствием А это Я показываю Вам цены На этот Гольф Который Только Что Мы с вами Видели Еще И много Людей Сегодня Играет В этот Гольф Посмотрите И еще Раз Немножко Покажу Вам Вокруг Этот Парк Как он Здесь Выглядит Это Детский Парк Пиратов Посмотрите Какая Красная Вода В фонтане Она Символизирует Вот Из бочек Красное Вино Здесь Динозавры Как вы Слышите Тоже Они Рычат Специальная Тут Запись Постоянно Транслируется Еще Давно Хотела Вам Показать Вот Я Привезла Из Таиланда Называются Семена Базилика Выглядят Вот Такими Вот Малюсенькими Сейчас Мы С вами Их Вот Сюда Насыпем Воду Совсем Чуть Чуть Я Обычно Насыпаю Чайную Ложку Ну Вот Совсем Чуть Чуть Я Насыпала Чтоб Нам Видно Было Что С ними Дальше Произойдет Те Кто Может Никогда Не Видел Буквально Сейчас Я Подожду Полчаса Ну Полчаса Час Как Вам Спустя Полчаса Они Все Вот Стали Такими Икринками Вот Видите Все Семена Не знаю Как Вам Лучше Показать На Ложке Вот Или Так То Есть Они Вот Так Разбухли И Теперь Вот Это Вот Применяется Внутрь Они Совершенно Безвкусные И Очень Низкокалорийные Эти Семена Базилика Считается Что Они Очень Хорошо Выводят Токсины Из Организма Их Можно Добавлять В Салаты В Какие То Может Быть Муссы Или Просто Сок Или Компот В общем А можно Просто Вот Как Кипяченая Вода Вот Так Вот Их Поедать И Они Очищают Организм Ну И Вот Сейчас Будут Мыть Меня О Как Организм Часто Часто Встретить Продаются Автомобили Вот На улице Просто На парковочке Приклеивают Такое Объявление Ну Это Наверное У нас Такое Тоже Происходит Вот БМВ Продают Скорее Всего Что Судя По тому Как Выглядит Этот Автомобиль Наверное У него Тысяч Шестьдесят Семьдесят Миль Пробежка Вот Его Можно Купить За Пятьсот За Семьсот Фунтов То есть Совершенно Недорого Друзья Я Все Таки Купила Себе Софу Диван Видите Серый Цвет Трехместная Вот Такая Коробка Метр Восемьдесят На Девяносто Сантиметров Мне Ее Доставили Это Аргас Сейчас Открою Вам Покажу Вот Шесть Девяносто Пять Всего Лишь Они Берут За Доставку Ну И Вот Какой Диван Сейчас Будем Смотреть Как По Мне Так Он Как-то Очень Маленький Вроде Боже Мо Боже Сказали Что Его Собирать Не Нужно Только Лишь Прикрутить Ножки Отдельно Но Вообще Невысокий Представляете Он Наверное Боже По Высоке Посмотрите По Коленку И Вот Так Вот Смотрится Этот Диван Самое Это Интересное То Что Я Его Уже Купила Где-то Наверное Недели Три Назад Он У Меня Стоит Тут Пока Еще Не Не Пойми Как Но Вы Посмотрите Что Меня Удивило Он Только При Малейшей Эксплуатации Уже Видите У него Здесь Все Помято У него Здесь Такое Впечатление Что Они Вообще Забыли Правильно Положить Этот Паралон Потому Что Эта Подушка Нормальна А Эта Видите Ну Вот Понимаете Как Просто Странно Я Уже Не Говорю О Том Что Они Мне Сразу Прислали Вот С Такой Вот Грязью На Подушке Это Я Заказывала Через Аргас Ну Вообще Вы Знаете Аргас На Удивление Когда Я Они Даже Не Стали Отказываться Сказали Что Да Почему То Качество Плохое Много Жалоб Они Приехали Буквально Вот День Назад Все Забрали И Вернули Мне Деньги На Счет То 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 Я Удивилась Не Показывала Вам Свалку Сейчас Покажу Матрас Мне Надо Выбрасывать Паран Вы Не Показывала Сфиль А Я Показывала Май Ну В общем Никогда Не Показывала И Не Удалось Показать Я Только Стала Снимать Как Тут Подбежал Рабочий И Сказал Что Снимать Тут Нельзя Я Говорю Ну А Если Я Покажу То Что Хотя Б Я Выбрасываю Он Сказал Нет Это Частная Вся Ну Вот Только Чуть Чуть Я Успела Посмотрите Здесь Все Разбито По Секторам Написано Куда Что Вы Должны Выбрасывать Это Свалка У Нас По-моему Одна Или Две Вот Таких Свалки На Острове Раньше Можно Было В Любое Время Приехать Сюда На Своей Машине И Выбросить Какой-то Мусор А сейчас Нужно Еще Заранее Записываться И ждать Где-то Дня Два Три Вам Дают Точное Время Вы Приезжаете Но Это Из-за Ковида Только Здесь Вот Еще Интересно То Что Отдельно Телевизоры Холодильники Когда Вы Привозите Вы Должны Еще За них Дополнительно За утилизацию Заплатить Вот Кстати Не знаю Как Насчет Телевизоров А за Холодильник Точно Я платила 40 фунтов Помимо Этого Можно Строительный Мусор Привозить Тоже Сюда Отдельно И Всякие Садовые Листья Ветки Вот Это Тоже Все Отдельно Траву Стриженную С газонов Все Они Сюда Привозят Вот Такая Вот Свалка У нас На острове Таких Свалок Всего Две Одна Вот Это От Моего Дома Примерно На 8 миль И Вторая Там На Тотландбей В 20 милях То есть Вот Такой Разброс Ну Это Я говорю О тех Предметах Которые Огромные Которые Невозможно Выбросить В мусорный Бак Как Вы Понимаете Пищевые Отходы Обычные Пищевые Отходы Маленькие Какие Там Упаковки Все Прочее Это Все Собирается В баке Возле Дома И Раз В неделю Приезжает Мусорная Машина Все Это Вывозят Вот Такие Вот Истории У нас Здесь С мусором Мусор Конечно Сортируется Все Отдельно Вот Такое Друзья У меня Сегодня Получилось Для вас Видео Мои Новости Наверное За Последний Месяц Я Скомплектовала Сюда В одно Видео Из Маленьких Кусочков Если Вам Мы Так С вами Можем Больше Охватить Каких То Новостей Ну И Еще Друзья Хочу Напомнить Всем Тем Кто Еще Не Подписался На Мой Канал Но Смотрит Его Пожалуйста Не Забудьте Подписаться Давайте Мы С вами Все Таки Дойдем До 100 Тысяч Подписчиков А Там И До Миллиона Глядишь Недалеко Друзья Пишите Ваши Комментарии Пишите Что бы Вы хотели Еще Увидеть Или Услышать В моих Видео Ну А на этом На сегодня У меня Все Я с вами Прощаюсь Берегите Себя Всего Вам Доброго Еще Увидимся Пока Пока Снимут Смели Помогут Хозяину Этой Яхты Ее Куда-то Отшвартовать В нормальное Место Я бы Конечно Показала Что С ней Случится В будущем Но Завтра Меня Здесь Уже Не будет На этом Берегу